всем доброго дня сегодняшнем выпуске поговорим как обычно коротко про актуальные события в германии наконец-то есть позитивные новости потому что многие жаловались что в последнее время один сплошной негатив но к сожалению это наша реальность но сегодня мы будем говорить в основном про определенные позитивные изменения наконец-то по примеру других федеральных земель на этой неделе во многих регионах германии в розничной торговли также отменили правило 2г в частности речь идет про берлин бранденбург гамбург хэссен ну и как вы знаете уже бавария давно отменила это правило напомним что до этого во все непродовольственные магазины был доступ только для переболевших и привитых а сейчас уже наконец-то во всех этих названных федеральных землях люди могут пойти в любые магазины в которые они хотят без ограничений то есть неважно привит ты переболел или не привит у всех будет к ним доступ но есть определенные условия что вместо медицинских масок необходимо использовать и носить маски ffp2 вероятно отменить правило 2г в розничной торговли просто без каких-либо дополнительных ограничений было бы слишком просто для политика именно поэтому снова таки дополнительные условия в обязательном порядке носить маски ffp2 получается на сегодняшний день что если раньше использовали люди медицинские маски это было абсолютно нормально во всех магазинах то сейчас оказывается они ненадежно защищают подобное требование действует сейчас во всех магазинах где отменили правило 2г но честно говоря на практике мы были в разных магазинах и на дверях висит объявление что нужно быть в обязательном порядке в маске ffp2 но мы пришли в обычных медицинских масках и большинство людей также были без масок ffp2 в обычных медицинских никто никого не останавливал не делал замечание по-видимому люди уже настолько устали что просто никому до вас нету дела по вопросам смягчения ограничений как ни странно бавария сейчас лидирует хотя раньше как вы знаете бавария в первую очередь вводила самые жесткие ограничения сейчас же марку зодор придерживается другой позиции и принято решение что со среды правило 3г будет действовать также для парикмахерских салонов красоты тату салона то есть всех учреждений по уходу за телом помимо этого в баварии со среды также отменили действия комендантского часа для ресторанов и пабов до десяти часов вечера одновременно здесь также увеличили количество посетителей для культурных спортивных и общественных мероприятий до 15 тысяч человек ранее это ограничение составляло 10 тысяч человек также планируется что на культурных мероприятиях и в кинотеатрах количество мест которые могут быть заполнены составит 75 процентов до этого это было возможно на 50 процентов вместе с этим необходимо обратить внимание что для культурных и общественных мероприятий как и ранее будет действовать правило 2г плюс то есть туда возможен вход для привитых и переболевших дополнительно с негативным тестом ну а что касается посещения баров ресторанов клубов то здесь как и ранее действует правило 2г или 2г плюс зависимости от региона германии также в бранденбурге запланировали отменить комендантский час для непривитых который действовал до настоящего времени таким образом не вакцинированные снова смогут свободно передвигаться в ночное время что касается обязательной вакцинации то как заявил марку зёдер в баварии она временно отменяется напомним что согласно действующему закону обязательная вакцинация для медперсонала а также персонала которые ухаживают за пожилыми и больными людьми должна применяться с 15 марта а вот глава партии хдс фридрих мерц вообще призвал отказаться от прививок от коронавируса обязательных по всей германии по официальным заявлениям марку с озёдера он считает что реализации на сегодняшний день закона про обязательную вакцинацию не целесообразны потому что и так существует недостаток медицинского персонала персонала по уходу за больными и пожилыми людьми а введение реализация подобного закона только ухудшит ситуацию конечно же подобные смелые заявления зёдера были очень сильно раскритикованы как партии зеленых так и сдпг и карл лаутербах и руководитель института роберта коха все они в один голос говорят что в обязательном порядке нужно вводить обязательную вакцинацию как это было и оговорено ранее потому что существует определенный закон и его никто не отменял по этому поводу также высказался и председатель федерального социального суда и считает объявленную приостановку обязательных прививок для медперсонала в баварии неприемлемой по примеру баварии саксония также заявила что повременит с обязательной прививкой от к вид поскольку вакцинации медицинских работников может вызвать очень много трудностей кроме этого правительство саксонии также решила подождать официальной конференции федерального правительства с главами федеральных земель которая состоится кстати 16 февраля и уже исходя из принятых решений думать как действовать далее но при этом необходимо отметить что не все федеральные земли разделяют позицию баварии и саксонии и например правительство федеральной земли шлезвиг-хольштейн подтвердила что будет настаивать на требованиях прививок для медиков особенно в учреждениях где находятся люди из групп высокого риска аналогичную позицию занимает и берлин мэр столицы заявила что требование вакцинации конечно же нуждается в определенных уточнениях но вопрос не в том будет ли она выполняться а каким образом лучше это сделать как видите сами мнения политиков в вопросе обязательной вакцинации очень сильно расходятся и как говорят эксперты 16 февраля будет очень много дискуссий и дебатов в особенности на эту тему но нужно сказать что если уж появились подобные сомнения вводить ли это обязательную вакцинацию или нет это также очень позитивные показатели говорит о том что все таки не все готовы политики и хотят вводить обязательную вакцинацию для всех еще одна позитивная новость которая касается сокращения статуса переболевшего до трех месяцев вместо шести которые действовали ранее обратите внимание что административный суд оснабрюка признал данное решение рка и абсолютно незаконным в обосновании этого судебного решения речь идет о том что для ограничения гражданских прав переболевших у эпидемиологов нету достаточной научной базы к сожалению необходимо констатировать что подобное решение суда не действует для всей германии она актуальна только для конкретного истца который подал в суд и выиграл это дело поэтому суд призывает всех заинтересованных подавать судебные иски в общем получается вот такой вот парадокс есть судебный прецедент для одного человека отменили подобное решение то есть в его случае будет действовать статус переболевшего шесть месяцев а для всех других три месяца но как говорят специалисты вероятнее всего будет вскоре принято все-таки решение о том что статус переболевшего как и ранее будет действовать шесть месяцев как и во всей европе как известно с официальных источников карл лаутербах а также лотар виллер директора института роберта коха полностью оправдывают решение о сокращении статуса переболевшего они аргументируют это тем что из-за штамма омикрон защитные силы организма снижаются быстрее их настолько раскритиковали и даже начали говорить об их компетентности насколько они могут эффективно принимать решения в сложившейся ситуации ну а им остается только оправдываться естественно потому что признать что подобное решение было абсолютно необоснованным никто не собирается что касается в общем коронавирусных ограничений то как говорит карл лаутербах пока еще рано для подобных действий так как по его мнению на середину февраля придется пик заражения омикроном и вся эта ситуация может быть очень серьезно именно поэтому сейчас не время для ослабления и здесь для наглядности приводят примеры из других стран где частично или полностью уже отменили коронавирусные ограничения хотя у них также растет уровень заражения но карл лаутербах говорит что его этим убедить невозможно он считает что там совсем другая ситуация если в германии отменить ограничения то в день будет 400 500 случаев смертей сейчас этот показатель на уровне 100 это он очень высокий как говорит лаутербах и в этом высказывании как и во многих других карл лаутербаха мы снова таки видим определенные противоречия и непоследовательность потому что уже доказано что омикрон намного легче переносится и в виде просто легких симптомов поэтому количество смертельных случаев также намного меньше например в сравнении с дельтой но министр здравоохранения настаивает на своей позиции уже традиционно путается в своих высказываниях сам себе противоречит и несмотря на то что в другие федеральных землях уже постепенно вводятся определенные послабления снимаются ограничения но он все равно считает что все это неправильно вслед за лаутербахом медицинские ассоциации также выступают против немедленного смягчения ограничений они говорят что нынешние ограничения необходимо сохранить пока германия не преодолеет пик омикронной волны еще одна позитивная новость на сегодня это то что пцр тесты бесплатно будут доступны для всех заболевших к видом поэтому жители страны которые сделали экспресс-тест и получили позитивный результат и далее будут иметь право пройти бесплатный пцр тест об этом заявил министр здравоохранения карль лаутербах напомним что сам лаутербах ранее заявлял что прохождение бесплатного пцр теста должно быть ограничено только для определенных категорий из-за того что будет очень высокое давление на лаборатории но тут вдруг он снова объявил об изменении позиции потому что они подсчитали что существующих мощностей лабораторных будет вполне достаточно и именно поэтому для всех кто заболел для того чтобы подтвердить статус переболевшего необходимо в обязательном порядке пройти пцр тест именно поэтому сейчас сказали что он будет и для этих людей также доступным потому что нам в комментариях очень многие писали куда же нам обращаться чтобы сделать этот бесплатный пцр тест и получить это подтверждение что мы переболели к видом сейчас этот вопрос решен еще одна хорошая новость для медперсонала речь идет про повышение минимальной заработной платы в этой сфере уже с 1 апреля в германии вступит в силу принятые комиссии по сестринскому делу повышение минимальной заработной платы в итоге зарплата помощников увеличится на 55 центов и составит 12 55 евро в час квалифицированные помощники будут получать на 70 центов больше то есть 13 20 размер минимальной зарплаты среднего медицинского персонала повысится на 40 центов то есть до 15 40 евро в час помимо этого по данным федерального министерства труда и федерального министерства здравоохранения с 1 сентября нынешнего года начнется также поэтапное повышение заработной платы медицинских сестер таким образом концу 23 года минимальная зарплата для этих сотрудников должна повыситься до 14 евро 15 центов для неквалифицированного персонала до 15 евро 25 центов для квалифицированных сотрудников и до 18 евро 25 центов для среднего медицинского персонала согласно плану реализации данного проекта первый этап повышения произойдет уже с 1 сентября 22 года 2 с 1 мая 23 года и 3 с 1 декабря 23 года по поводу снятия ограничений не только в германии на других странах я думаю что вы за это время проследили уже определенные закономерности тенденцию так как мы живем не первый год в условиях пандемии все ежегодно повторяется как только приближается весна отпускной период в странах начинают снимать ограничения открывать границы люди снова могут свободно передвигаться ходить куда-то ездить и так далее и наступает определенная волна послаблений так как естественно туризму необходимо зарабатывать гостинично-ресторанному бизнесу поднимать экономику потом снова приходит у нас осень и уже сейчас эксперты прогнозируют что после омикрон варианта может вернуться дельта а как сказал карел лаутербах осенью тем кто не привит будет очень трудно как вы знаете на сегодняшний день специальных источников мнения экспертов очень сильно расходятся по вопросам пандемии одни говорят что омикрон закончит эту пандемию и все перейдет в стадию просто как сезонного гриппа другие менее оптимистично настроены то есть очень различные мнения но нам конечно же хочется надеяться только на лучшее ну а что вы думаете по этому вопросу обязательно пишите в комментариях наконец-то нам удалось поделиться с вами позитивными новостями не только какими-то негативными событиями потому что за последнее время их было очень много и действительно люди в комментариях только писали о том что почему столько негатива и ни о чем хорошим вы не говорите к сожалению такая реальность вокруг нас и мы освещаем те актуальные события которые есть очень радует что все таки есть позитивные изменения постепенно во многих федеральных землях начинают снимать ограничения хотя нужно отметить что в правительстве на данный момент пока нету единого мнения но посмотрим что нам принесет 16 февраля и какие решения на этой конференции будут приняты также не забывайте что еще больше интересного вы можете найти в наших группах фейсбук все ссылки в инфобоксе на этой позитивной ноте хочу поблагодарить вас за внимание пожелать вам всего самого наилучшего и до новых встреч